Друзья, всем привет! Денис Иванов, канал Dentuning. Сегодня покажу вам о том, какой я решил сделать для себя кантователь двигателя. Что это такое? Это специальное приспособление, на котором при помощи дополнительных приспособлений можно закрепить картер двигателя, половинку и собирать на ней коробку передач, коленвал. Очень удобно работать с затяжкой элементов. Можно поворачивать, подсоединять еще половинки. В общем, очень удобно. Началось все вот с этой ступицы. Нашел на металлоприемке, это ступичный подшипник, по всей видимости задний. Изначально была идея сделать просто какой-то поворотный столик, то есть просто чтобы этот подшипник зажимался где-то в тиски и мотор можно было крутить. Но потом как-то случайно наткнулся на все эти схемы кантователей для двигателя. Это такая тренога, на которой подвешивается мотор. Система такая же, но только она с колесами, можно двигать по цеху там. Я решил сделать по-другому. Я решил сделать такую систему для своего верстака, чтобы не катать его, а именно для удобства работы с двигателем на верстаке. Взял подшипник, нарисовал в компасе вот эту вот планшайбу. Планшайба как бы тут с универсальными всякими пазами, чтобы можно было крепить еще дополнительные элементы, на которые непосредственно уже будет крепиться двигатель. Сталь 10 миллиметров толщина. Она значит одевается получается вот сюда на эту ступицу. Резали, значит, вот эти детали, вот эти две детали на гидроабразивной резке. Немножко тут есть при резке конусность, поэтому чуть-чуть сейчас придется мне почистить, доработать. Значит, смысл в чем? Одевается вот эта ступица, сюда крепится у нас вот этот вот кронштейн крепления. Вот так вот. И она у нас вращается. Вот здесь у меня сделано специальное отверстие, то есть будет стоять фиксатор подпружиненный, с помощью которого можно будет поворачивать и фиксировать положение этой поворотной планшайбы. Можно будет крепить этот кантователь в двух положениях, в горизонтальном, то есть вот так вот. То есть просто просверлю в верстаке три отверстия. Здесь быстрее всего поставлю шпильки, чтобы сзади барашками можно было быстро притянуть ее. Вот так. Здесь будет стоять фиксатор, то есть будет все удобно поворачиваться, фиксироваться. Либо можно переставить его будет вот в такое положение, то есть в вертикальное. То есть столик будет стоять и вращаться вот здесь. Конечно, все это надо будет потом привести в порядок, облагородить ржавую ступицу эту. Ступица уже как бы старая, подшипник на ней изношенный. Но для наших целей это абсолютно не важно, потому что когда он стянется, люфта у него нету. То есть вот это вот мне больше всего и хотелось, чтобы эта штука стояла жестко, чтобы она не болталась. Можно сделать все это намного проще. Две трубы, там отверстия. Ну я решил сделать вот так вот. Красиво, аккуратно все на станке ЧПУ вырезано. Спасибо Славе Токарю, появился у меня знакомый благодаря ютубу, который помог выточил мне вот этот палец. Палец будет вставляться у нас вот сюда, через шайбу. Почему сам не выточил? Да потому что станок занят. На станке то цилиндры, то поршни. Поэтому попросил Славу. То есть будет она вот так одеваться сюда. Сверху вот так потом притягивается. и уже сверху одевается непосредственно сама планшайба. Ну все, теперь можно все это дело чистить и подгонять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА